Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, всем доброе утро, кто встал вместе со мной. Вот такой сегодня у нас денек, у нас ветер, прохладно стало. Ну, а я сегодня прямо с утра решила приготовить эликсир целебный для наших растений, для огурцов, томатов, сельдерея, цветов и всех других. И сейчас, конечно, вам всё расскажу. Сейчас пропалываю вот здесь возле забора растение. И, конечно же, крапива – это моё любимое растение, дорогие друзья. Я никогда не выбрасываю это замечательное растение. У меня всё идёт в дело, потому что крапива – это настолько целебное растение не только для здоровья нашего, но и для здоровья наших растений, дорогие друзья. И благо, что её очень много, и это очень хорошо. Мне даже иногда, дорогие мои зрители, вот честно, не хватает крапивы. Не хватает. Потому что за сезон приходится много-много-много настаивать этого настоя. Я уже для себя поняла, что лучше крапивы для растений ничего нет. По своему опыту я видела, как растения становятся из чахлых, такими здоровыми, сильными, тёмно-зелёные листья становятся. Но это и неудивительно, потому что, дорогие друзья, конечно же, крапива содержит очень много хлорофилла. А хлорофилл очень благоприятно действует на наше растение. Ну и так, собрали мы небольшую кучку. Вот, я здесь уже тоже набрала крапивки. И чтобы не занимать у вас время, хочу сегодня рассказать об этом замечательном лекарственном настое для наших растений. Своеобразный эликсир. Дорогие друзья, вот такой вот кучки для небольшой моей бочечки. Бочка у меня такая ёмкость небольшая. Чтобы сделать настой, необходимо иметь такие, знаете, бочки или деревянные катки, или пластиковые, но ни в коем случае не металлические. Металлическая здесь не подойдёт. Значит, что хотела я вам сказать. Вот этот вот настой, который мы будем делать, так называемая крапивная жижа, её очень хорошо используют для подкормки томатов, капусты, огурцов, ну и всех других растений. Ну, абсолютно всего. Особенно заметен будет эффект от этой крапивной жижи на слабо развитых растениях. Из чахлых таких уже, казалось бы, растение погибает. Растения превращаются в такие здоровые, сильные, упругие. Листья красивые становятся, приобретают тёмно-зелёную окраску, дорогие друзья. А стебли утолщаются. И я вот уже заметила, что крапива не только, это настой крапивы, оздоравливает растения, но и борется с вредителями. Я вам говорила, что насчёт свёклы, что у свёклы есть там основные вредители, и свекольная осовка, и блужки свекольные, которые, в общем, поедают вот эти, пожирают эти листики, молоденькие, свеженькие. И чтобы вот от них избавиться, как только наша свёклка уже сформировала листики, необходимо, конечно, пролить настоем крапивы. Это отпугивает этих вредителей. Я уже в своём видео, у меня есть видео прошлое, но я не помню уже в каком году я это делала. Можете там посмотреть в плейлисте, что из чахлых растений, растения становятся зелёные, чистые, свёклы становятся, ну, просто замечательные. Также, дорогие друзья, это органическое удобрение, а это является, конечно же, органическим удобрением, подходит и для лука, и фасоли, и гороха. Вот. В ней столько, значит, находятся микроэлементов, особенно в крапиве очень много хлорофила. А хлорофилл, как известно, очень хорошо действует на наше растение. Также можно подкармливать и кусты, и деревья этой жижи, и цветы. Цветы очень хорошо отзываются. Допустим, у вас растение перенесло какой-то стресс, стало чахлым. Поэтому возьмите этот настой, когда, конечно, он перебродит. Сейчас я об этом тоже скажу. И этим настоем очень хорошо поливать цветы. Итак, для того, чтобы приготовить эту жижу, мы не забываем использовать или деревянные катки, или пластиковые. Крапиву я сейчас измельчу. И добавлю, вот у меня теплая колодезная вода, добавлю в емкость. И сейчас вам все покажу, дорогие друзья, наша замечательная крапивка. Итак, мои дорогие друзья, вот такой у меня небольшой бачок. Небольшой бачок, ну, где-то, знаете, на литров, может, 30. Ой, нет, нет, наверное, больше. Больше. Ну, вот я даже не знаю, честное слово, но вот он вот такой небольшой. И вот в этом бачке я всегда делаю настой из трав. Особенно люблю, конечно, дорогие друзья из крапивы. Вот видите, я уже ее немного измельчила. И теперь мы, значит, закладываем эту крапиву туда. Вот так вот. В бочку нашу. Вот. И сегодня я как раз уезжаю домой. И когда приеду, пройдет еще несколько дней, и наш настой прекрасный для наших растений, скажем так, первая подкормочка, будет готова. Здесь еще и у меня дуванчик попал. Дорогие друзья, вы можете использовать не только крапиву, но и пырей, и лист одуванчика. В общем, все вот эти сорняки. Потому что все эти растения очень, особенно пырей, одуванчик, крапива, та же сныть. И все это очень полезно для растений. Точно такой же получается травяной настой. Вернее, жижа, скажем так. Потому что она должна перебродить. Бродить она должна, дорогие друзья, целую-целую неделю. Вот как узнать, когда будет готово наше, скажем, лекарство для растений? Конечно же, появятся на поверхности пузыри, и видно будет, что наш настой забродил. И вот когда он уже посветлеет, это где-то как раз и пройдет 7 дней, вот, можно уже наше растение, наш настой будет использовать для профилактики, для укрепления наших растений, для подкормки. Вот. Но я, почему-то именно заостряю внимание на крапиве, потому что крапива очень хорошо оздоравливает наши растения, дорогие друзья. И вот сейчас я, конечно, хотела еще сказать, что сейчас я вам скажу, дорогие друзья, чтобы не забыть, и чтобы напомнить вам. Смесь, конечно, нужно помешивать. Вот берете палку и помешивает. Если вы находитесь на даче, ежедневно помешиваете. Вот, юмкость прикрыть нужно, чтобы не было ни запаха, потому что запах, конечно, будет зловонный. Вот. Чтобы он не раздражал ни вас, ни соседей. Вот. Но чтобы запах никого не раздражал, есть такая хитрость. Можно вот в этот вот настой накапать несколько капель валерьяны. И тогда, как такового запаха не будет чувствоваться. Через две недели жижа посветлеет, и это будет означать, что брожение у нас закончилось. При использовании вот эту жижу разбавляют 1 к 10. То есть вы берете на 10 литров воды 1 литр этой жижи. Полив проводят под корень растений. Дорогие друзья, я даже заметила, что благотворно это растение влияет не только на свеклу, морковь, капусту, но и на все, абсолютно все огородные наши растения. И цветы. Цветы становятся такими хорошо ухоженными, скажем, такие сильные, толстые стебли, красивые. И добавив еще фосфорных каких-то удобрений в этот настой, при поливе цветов можно добиться очень-очень, дорогие друзья, хорошего цветения. И результат, результат вот этих подкормок вы увидите сразу. Сразу будет результат на лицо, дорогие друзья. Вот такое сегодня было небольшое видео. Я думаю, что вам всем оно понравилось, потому что это абсолютно бесплатно. Так, во-первых, это полезно для растений. Мы не пичкаем наши растения никакими, скажем так, лишними минеральными удобрениями, а пользуемся органикой. А это природное удобрение от нашей матушки природы. Наша любимая крапивка. Итак, дорогие мои друзья, на этом я свое видео заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии, кто использует эту настой. Может, еще какие-то вы добавляете туда ингредиенты, скажем так. И делитесь не только со мной, но и со своими, скажем так, коллегами в комментариях. Дорогие мои друзья, не забывайте, что у меня есть еще канал на Рутуб, на Яндекс.Дзен. Забегайте, подписывайтесь, поддержите меня. Желаю всем больших, хороших урожаев и здоровья. Всем всего доброго. До скорых встреч, мои дорогие. Всех вас люблю, обожаю. Всем пока-пока.